Ребята, всем привет! Я сегодня снова хочу рассказать о теме детей и родителей, вообще взаимоотношения. Меня всю жизнь считали очень избалованным ребёнком, потому что у меня будто бы с их точки зрения было всегда всё. То есть я там сказала, я хочу барби, мне купили барби, я там потеряла барби в садике, это вообще самая жуткая потеря в моей жизни. Мне купили новую барби, как её могли, мне не заслужило, я же потеряла барби и так далее. Вообще очень много всяких событий, когда говорят, что ты слишком избалованный, избалованный, я не знаю, даже постоянно говорят по-разному. В общем, всех нас как-то вот как детей постоянно что-то пытаются как-то вот принизить, сказать, что ты ещё маленький, ты маленький, вот так вот ещё давят на нас вот так вот. Постоянно пытаются нам сказать, что мы чего-то не должны понимать или мы там должны вырасти. Вместо того, чтобы что-то объяснить, нам пытаются как-то так, пуси, 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 ты маленький, зачем тебе это всё нужно? Ой, ты там вырастешь, поймёшь там. Нет, чтобы мудрость в ребёнка впитывая с самого начала его жизни, нет, нет. А ещё мимо этого ещё пытаются там его как-то скромным каким-то вырастить. Человек скромен и достоин только тогда, когда у него есть всё, когда он будет скромен, когда у него не было какого-то вот этого, какой-то потребности, когда у человека нету особых потребностей, там биологических, там как-то там его каких-то причуд и так далее, он свободен. А как его сделать свободным? Дать ему всё с самого детства, вот. И вообще самое главное, наверное, от родителей, вот помимо того, что я сказала в предыдущем видео, это дать человеку безопасность. Ребёнок должен жить в безопасности, он должен понимать, что у него есть почва под ногами, должен понимать, что есть крыло, плечо, от которого он может там опрокинуть, как это было, шучу. В общем, должен какой-то вот есть стол, фундамент, на который можно облокотиться, на то, что может дать какую-то защиту. То есть, что бы ни случилось, там, поэтому нам нужны отцы, нам нужны матери, которые нас поддержат, которые там, мать поддержит как-нибудь морально, психологически, ещё что-то, отец поддержит силой, он будет достойным человеком, который, которому мы всегда будем уверены, неважно сколько нам лет, отец поможет. Вот, это самое главное, что нужно. И помимо всего этого, очень часто сейчас, равно это неизбежно, к сожалению или к счастью, семьи распадаются. И очень часто это, конечно же, для ребёнка является травмой и так далее. Это неприкольно вообще, когда родители расходятся и всё в таком духе, там, или умирает, что ещё печальнее. Но постоянно говорят, там, вот из-за того, что у нас, там, разводы и так далее, и тому подобное, дети становятся, там, какие-то не совсем полноценные, они, там, психологически всякие травмы у них из-за этого и так далее. Чушь полная. Самое прекрасное для ребёнка, что вы можете ему дать, не зависит от того, вы один родитель, у вас 10 родителей и так далее, это комфортную обстановку. Ребёнок обязан, родители обязаны составать ребёнку комфортную обстановку, комфортную атмосферу. Родитель должен принимать решение, если ребёнку некомфортно, его в детском садике, там, в школе и так далее, лучше уйти. Это лишние комплексы, да, там, вот, ой, а как делать, если ребёнок не будет заканчивать, там, своё дело до конца, так далее. Будет он заканчивать своё дело до конца, если ему будет комфортно и классно, он будет, да, если будет некомфортно, всё, он уйдёт. Лучше уйти оттуда, где царит гнев, негатив и постоянно какие-то избиения детей, там, вот, планы школы и так далее. Дети — это важно, и чем комфортнее он на обстановке будет жить, чем ему будет классно, он будет кайфовать, им будет солнышком, он будет выражать. Параллельно ему можно будет говорить, что есть не совсем хорошие благоприятные места. Если тебе там не нравится, давай уйдём, если нравится, оставайся, мы будем решать эту проблему как-нибудь. Вот как надо жить, ребят, вот серьёзно жить, воспитывать детей — это две вещи — безопасность и приятная хорошая атмосфера. Там требуют от мамочек, которые родили, то, что, типа, нельзя выходить на работу три года, или там год, или сколько там не выходят, три года, по-моему. Там, нельзя вот этот декрет, фу-фу-фу, там, типа, живите-сидите с ребёнком. Вот, согласитесь, здесь женщина, которая уже год просидела дома, чем, вот если она ничем не занимается, кроме ребёнка, она же будет тухлая, она не может ему ничего дать, у неё нету настроения и так далее, у неё сегодня пелёнки, засранки всякие и так далее. Чё, а какой позитив? Там нету никакой классной обстановки позитивной. С ребёнком может находиться кто угодно, нянечка, бабушка, друзья, ещё кто-нибудь, но если они создают ему комфортную обстановку, которую они ему не навредят, физически, психологически и так далее, тогда всё будет здорово, неважно, где жил ребёнок, он, ну, мать, конечно, желательно, чтобы была... Ну, на первые полтора года это очень важно, чтобы была мать, то, что именно полтора года я рассказывала в прошлом видео, мы пишем свой сценарий, мы думаем, как мы будем жить, будем ли мы успешными, или будем мы неудачливыми, или будем средничком. Мы это всё сами решаем за эти первые полтора года нашей жизни. Вот, поэтому, как я до этого сказала, будьте просто добродушны, любите своих детей, любите вот эту обстановку, делайте кайф, везде кайф, всё везде должно быть в кайф, жизнь должна быть в кайф. Почему у людей жизнь не в кайф, у них детство было не в кайф. Кстати, вот если так вот подумаете, если хотите проанализировать, насколько у вас хорошее было детство, вспомните его, вспомните своё детство, ярко помните. Очень часто говорят, о, у меня было хорошее детство, ну так расскажите о нём. Ну, я ничего не помню. Ваша бессознательность сама закрывает от вас воспоминания о детстве, потому что, ну блин, там явно не было ничего такого хорошего и позитивного, что вы его брали и взяли и забыли. Вот, ну, в общем, такой немножко агрессивный видос, видос о том, как воспитывать детей. Вообще скажу так, что вот эти материалы я брала на различных тренингах психотерапевтических и психологических. Ходила на Ковалёва, там, слушала, читала его и так далее, очень потрясающие вещи. И я более грамотных вещей нигде не слышала, более эффективных вещей я нигде не слышала. И да, говорят, там, бла-бла-бла, сколько этих книжек и так далее. Я вам говорю вещи, которые работают, которые настолько элементарны, что вот, знаете, всё элементарно, но просто. Вот, поэтому я вам говорю вот так вот, будьте бдительны, будьте прекрасными родителями, будьте прекрасными людьми. Это от нас требуется. Мы пришли в мир, чтобы кайфовать, быть солнышком, как само наше солнышко, которое мы обожаем и все любим. Солнце, оно должно быть повсюду. Так будьте этим солнцем. Всем пока.